Вы знаете, когда я ждал эту игру, меня не покидало странное чувство, что я все-таки уже безнадежный старик. В каком смысле? Ну, я уже давно не слежу за тем, что выпускает Дисней, так как устал разочаровываться. Уже стало понятно, что все наши герои с детства трансформировались в новых, вроде бы именно остались прежними, но все остальное изменилось. А с играми так вообще беда. Когда видеоигровое подразделение Дисней закрылось в 2016 году, то это стало прямым доказательством того, что компании все равно, будут ли выходить игры по лицензиям или нет. Может оно и к лучшему, я сторонник принципа лошадь сдохла, слезай. Но представьте, что на текущем поколении консоли может выйти большая новая игра с участием героев Дисней. Максимум на что можно рассчитывать, это наспех сделанный сборник классики, не ремейк, не ремастер, а именно сборник ромов. Знаете, такие случаи уже видели. И вот, как-то пару месяцев назад я обратил внимание на то, что должна выйти новая игра, героями которой будут Микки Маус, Минни Маус, Дональд, Даг и Гуфи. Причем в названии фигурирует слово Иллюжен. Меня, конечно, триггернуло, поскольку в голову тут же устремились мысли о былой классике, Castle of Illusion, World of Illusion, но... Не надо давать мне надежду. Глубоко вздохнув, я взял себя в руки. А когда увидел, что новинку разрабатывает Лала Студиос, то вообще уже тут же отпустило. Ну что, ребята, игра-то все-таки вышла. Что она из себя представляет? Предлагаю сегодня в этом разобраться. А я буду рад, если поддержите ролик своей активностью, лайком, дизлайком, на ваше усмотрение, а также любым комментарием. И прежде чем мы начнем, хочу быстренько познакомить вас с классным магазином под названием Nintendo Switch. Почему он? Да потому что работа с ним просто, удобно, а главное надежно. В наше нелегкое время тяжело дождаться, пока в магазинах появятся картриджи с новинками, а если они появляются на прилавках, то цены на них зачастую вводят в глубокую печаль и тоску. Выход переходить в цифру, поэтому помощь ребят из Nintendo Switch просто неоценима. Допустим, мы готовимся к распродаже в eShop, и нам необходимо пополнить баланс аккаунта. Заходим в магазин, ищем нужный нам номинал пополнения, проверяем регион и покупаем. После оплаты получаем код пополнения, активируем его у себя и радуемся жизни. Но если нужна конкретная игра, то тоже не проблема. Пишем прямо в магазин, и там дружелюбная поддержка быстро сориентирует по цене и ответит на все интересующие вас вопросы. Вы приобретаете игру только к себе на аккаунт, и доступна она будет только вам навсегда. Магазин имеет уже больше тысячи отзывов от довольных клиентов, и я думаю вы станете одним из них. Ссылку на Nintendo Switch вы найдете в описании. Итак, что нужно знать об игре? Студия Длала в этот раз решила скреативить основательно, и по полной программе начинить игру платформенными уровнями, с которыми они уже заигрывали в своем предыдущем проекте про жаб. Ну, вы помните, да, там были такие сегменты, из-за которых многие игру не излюбили, мол, где Old School, где Beat'em Up, сайтинг платформера Disney Illusion Island подходит как нельзя кстати. Посудите сами, наши герои в очередной раз отправляются в опасные путешествия, на их пути встретятся немало трудностей, будь то опасные враги, препятствия или ловушки, и нам предстоит со всем этим разобраться и дойти до финальной точки. А в чем сюжет всей этой истории-то? Он тут не блещет драматизмом, равно как и сам мультик, в стилистике которого сделана игра. Да, кстати, если вы захотите поплеваться от художественного стиля героев и окружения, то тут все вопросы не к Длала Студиосу, а тем, кто делал мультик Wonderful World of Mickey Mouse. Illusion Island лишь повторяет стиль и характер героев, как бы продолжая рассказывать историю жизни этих мультяшек. На сей раз случилось вот что. По сюжету игры наши друзья отправляются на пикник, якобы по странному приглашению. На самом деле это было не приглашение покушать бутербродики на природе и почилить. Они чудесным образом оказываются на сказочном острове Монот. Им предстоит отыскать и вернуть три особенные книги, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. Кому уж как не Микки и его друзьям спасать местный народец. Кстати, выглядят эти человечки весьма причудливо, как и все живое здесь. И с первых минут становится понятно, что перед нами платформер, но не классический на манер старых игр серии Illusion, а нечто, так скажем, нового поколения для ньюфагов. Например, что-то вроде Hollow Knight, Ори с некоторым флером последних частей Раймон. Только темп геймплея у Дисней Illusion Island несколько ниже. В общем, это сайдскролл платформер, в основе которого содержатся игровые механики Метроид Вэйни. Ну, в данном случае можно назвать это Маус Вэйни, наверное. На уровнях будут встречаться места, которые в определенный момент для персонажа недоступны. Но как только наш герой обретет ту или иную возможность, которая пригодится для того, чтобы добраться до туда, то мы можем смело вернуться обратно и узнать, чего же там укрывалось-то от нашего взора. В общем, все по классике. Причем не важно, за кого вы будете играть, за Мини, Гуфи, Дональда или Мики. В сущности, управляется они одинаково, набор умений у них тоже будет идентичен. Разве что проявлять свои способности они будут немного по-другому. Но от этого суть не меняется. Разработчики сделали это для того, чтобы игроки не делили героев на плохих и хороших, слабых и сильных. Еще один важный нюанс, о котором я не могу не сказать. Не будет сражений с противниками. Вообще. Это максимально мирная игра. На уровнях врагов нужно избегать. Даже не пытайтесь прыгать на них сверху, а кемарио здесь это не прокатит. Вместо этого авторы хотят, чтобы игрок проявил чудеса ловкости и классно маневрировал между опасными местами и противниками. Сражаться тут предстоит только с боссами, и то косвенно. Надо знать, в какие места прыгать, далее обстоятельства сами будут играть против босса. Вступать с ним в прямой конфликт и пытаться как-то его атаковать не стоит. Герои попросту этого не умеют. Уровни сами по себе просторные, в которых можно побродить и исследовать различные места в поисках тайников и секретов. В геймплее отведено большое внимание сбору коллекционных предметов. Ясное дело, что это не обязательно пункт прохождения, но почему нет? Многие любят ради сбора всех коллектиблс проходить игру по несколько раз. Не могу сказать, что я отношусь к числу таких людей, но все же. Мне лично они кажутся несколько пустоватыми, безжизненными. Уровни имеется в виду. Не хватает борьбы с противниками, да и местами визуальное оформление фанов сероватое, и все это вместе действует на психику как-то медитативно успокаивающе что ли. На первых порах вообще наш герой, неважно кого выбрали, обладает крайне скудным набором умений. Однако пройдя пару первых локаций, мы получим первое умение, что открывает нам перспективу продвинуться в прохождении. Открываются такие навыки, как скольжение, способность плавать под водой и тому подобное. Ближе к концу разблокируется быстрое перемещение, так что сбор айтемов пойдет уже заметно бодрее. На уровнях, помимо ловушек и препятствий, будут встречаться еще и головоломки, однако все они достаточно простые. Игра вообще не сложная, будто бы боится напугать или обидеть игрока. Она подойдет даже для самых маленьких. Не возникнет такой ситуации, где можно потерять все жизни и придется тогда начинать все сначала. Сложность настраиваемая, что подойдет даже для каждого, кто хоть немного играет в видеоигры, так как новички тут могут вообще выбрать бесконечное количество жизней. Ну и как вы уже наверняка поняли, эта игрушка заточена на совместное прохождение. И действительно, проходя игру с ребенком, второй половинкой или другом, вы немного по-другому ее ощутите, так как локальный кооп подразумевает взаимовыручку. Тут уж вряд ли получится заскучать. Особенно интересно будет проходить наиболее трудные участки, где нужно проявить мастерство преодоления платформенных препятствий. Но благо интуитивно понятное управление и хорошая физика делает все, чтобы вы освоились здесь как можно быстрее. Так чего же можно сказать по итогу? Из Disney Illusion Island получился современный приятный платформер, художественное оформление которого заимствовано у современного мультсериала. Заметно, что авторы хотели сделать из нее развлечение для всей семьи. Олды найдут здесь интересные отсылки к старым проектам Disney и будут заниматься сбором предметов. Игроки помладше найдут геймплей-элементы, схожие с другими актуальными платформерами. И, как и в случае с Battletoads, ребята из Glava Studios в первую очередь сосредоточились на современных игровых механиках и не пытаются как-либо угодить старым поклонникам Микки Мауса, знавших его еще по играм на Sega Mega Drive. Вовсе нет. Любопытно, что Disney Illusion Island вышла эксклюзивно на Nintendo Switch, но других платформах, включая ПК, она бы тоже оказалась весьма кстати. В общем, ждем. Пишите, что думаете об игре, понравилось ли, планируете ли покупать. Напоминаю, что все игры на Nintendo Switch по выгодным ценам вы можете приобрести в магазине Nintendo Switch. Спасибо, что были сегодня со мной. Буду ждать ваших мыслей и отзывов. Увидимся. Продолжение следует...